Доброго времени суток дорогая община Хафицхайм У нас проект Дороги Аллахи 18 яра Лагбаомер И с этим я всех поздравляю Великий день День когда Так скажем В будущий мир отправился Великий Раби Шимон Барюхай Составитель книги Зор О чем в принципе зиждется Вся Большая часть Внутренней части Торы То что называют часто избитым К сожалению словом каббала Пнемюта Тора По простому И нету ничего лучшего Чем в этот день Так скажем Учебы Или читать что то Или изучать что то Из Великих книги Зор И в рамках наших уроков Наших встреч Аллахот Сегодня так посчастливилось Мы будем изучать Продолжать изучать Законные Шавлота И вот так посчастливилось Нам что будут Какие то отрывки Тоже из книги Зор Связанные с нашим Аллахотом Первый Аллахан Установилась традиция В день То есть в ночь В ночь Шавлота В ночь Шавлота И учиться Всю ночь учиться И не спать И так повелось С давних времен И самое важное В эту ночь изучать Тору Теперь До рассвета И соответственно Потом принято Сразу же С рассветом Делать молитву Шахарит Утреннюю молитву И сказано В книге Зор В Великой книге Зор Самые первые Так скажем Хасиды Несколько тысяч лет назад Тысячи лет назад Так скажем Не Спали в эту ночь То есть Настолько далека Это Далека Это традиция И занимались В Айос Кимба Тора И занимались Изучением Торы Как сказано Сказано В книге Зор Идем И будем Так скажем Готовить Наследство Или стараться Подготавливать Себе наследие Великое наследие Святое наследие Нам И нашим И нашим детям В двух В обоих мирах Имеется ввиду Что Так как Получение Торы Будем изучать Тору Это Как мы знаем Тора Она На все времена Дана нам И соответственно Изучающий Тора Сегодня он И своим потомкам Это Как бы Закладывает Фундамент И так Так сказано В книге Зор Очень глубокая мысль И Которая нам Должна помочь Как говорится Выдержать И Учиться С достоинством Эта ночь И так же Сказано Тоже еще В книге Зор В другом месте Тот человек Каждый Кто Занимается Изучением Торы В эту ночь Метакнима Тикун Имеется ввиду И делает Определенные Исправления В эту ночь У него И Более того И радуется Этому То есть Занимается Изучением Тора Не просто Потому что Это как бы Обязанность И на него Как бы Наложено А именно Радуется этим Все такие люди Будут записаны В книгу Жизни То что Всевышний Открывает ее В Росшана И записывает Там И Всевышний Благословенно Будет Записывать Всех Кто будет Этим Заниматься Изучать Тору И Также Он Наградит Их Семидесятью Благословениями И Семидесяти Так скажем Кетер То есть Коронами Особенными Как говорится Великолепием В высших Мирах То есть Такая Как говорится Интересная Награда За изучение Тора В эту ночь В ночь Шивота И Объясняют Наши Мудрецы Что Смысл И Так скажем Вкус Даже Смысл Этой Традиции Изучать Тору Всю ночь В шавот Потому что Когда Наш народ Получал Горы Синай Тору Еврейский Народ В эту ночь Он Спал Спал Всю эту ночь И Всевышний Был вынужден Благословен Он Их Будить Наших Предков С помощью Голосов С помощью Звуков Особенных С помощью Молний Грома Которые Предшествовали К получению Тора На Горы Синай И поэтому Мы должны Теперь Каждом Поколении Тем Что мы Не спим Тем Что мы Бодрствуем И изучаем Тору Всю эту ночь Исправить Эту Вот Так Скажем Не ошибку Но То Что происходило Тогда У Горы Синай Этим И Исправляем Вторая Аллаха На сегодня Это Традиция Касается Только Мужчин Но Не Женщин Женщины Не обязаны Всю ночь Бодрствовать Вот Такие У нас Аллахот Божьей Помощью Нам Удалось Даже Немножко Сегодня В Лагбаумер Прочесть Некоторые вещи Из книги Зор И Осталось Пожелать Нам Хорошего настроения Хорошей подготовки К шавоту И Конечно же Хорошо Провести Обдуманно И серьезно Лагбаумер И Конечно же В хорошем настроении И Уже Как говорится Вот Вот Не за горами Шавот Всего доброго И хорошего настроения